так ну что во первых получила такой диплом виноват мой брат он взял мои материалы послал вот этот конкурс называется национальная премия всероссийский конкурс ну по моим понятием естественно что я привык всегда быть первым это с детства у вас первого класса школы и до сих пор привычка такая у меня окажется чертова первым давали по 100 тысяч рублей чтобы я делаю себе их получил а так бумажка сколько стоит она напечатать такую бумажку красивую наверное рублей 100 так я бы мог но если мне все-таки было бы премия нормально его получить 100000 рублей и снять 500 фильмов как вы думаете пригодились бы эти фильмы вот а поэтому я сейчас пишу так раз 500 рублей снять надо а я же их надо доводить дома это работа я не привык я привык заработать платить и получается что надо всего какие-то 100000 ну тут меня обделили отделами диплом я пишу по 100 рублей скинуться ну и все нормально буду те же самые 500 фильмов ладно теперь насколько важно то о чем я говорю а кстати вот к этому телефону привязана карта сейчас людей мало кто смотрит поэтому ну дай бог если один-два скинуться вот это так скорее чтобы мне понять если деньги какие-то ну вот эта фотография вот она как рассказать вот среди нас эти чудеса невиданные немыслимые и когда такие чудеса видят горят готовы нахать заниматься еще так этим а я решил сделать по-другому вот я решил что мне нравится ли что сейчас происходит вот моя эта самая гипотеза назовем гипотезу для меня это истина итак вторая половина всех живых организмов невидимая нам символайством про биатумы не бойтесь что мы заехали в такую глубину вот знаете почему надоело скотиной быть сейчас поймете а потом будет нормальная учеба вот еще раз вторая половина всех живых организмов и так далее невидимая нам силовая структура биоколи но это уже ближе к богу согласитесь вот видите как это ну как вам сказать что это случайно образовалось или нет ребята это не случайно это так получилось единственное что заполнение силового поля было с помощью конденсата вот а мы сейчас подойдем к одной из важнейших теме потому что вы присутствуете при рождении новой теории которая отменяет все и там само собой Дарвина вот это так Дарвин это Мясничковая теория объясняет внутривидевые изменения внутривидевые но вам это интересно нет но поверьте еще через те 10 минут мы будем говорить о нормальных вещах которые уже точно можно создавать вот а это для чего я это делаю сейчас поймете сейчас поймете сейчас поймете я очень значит если это по части долбить когда-то найдется наверное уже по теории вероятности кто-то из сильных нашей иерархии российской вот по линии науки по линии сельского хозяйства лучше бы по линии образования вот и сказал себе срочно сейчас быстренько создаем Тольскую бригаду вот все что железо Латинко придумали мы сейчас передадим это наукообразное значение мы двигаем Нобелевскую премию хватит нам всего лапами то быть то уже ведь кто видел эти самые статистику по нобелевским иератам это страшно нас за дураков держат ну на всякий случай прочитаю еще несколько раз буду я уже раз пять показывал я вот просто сейчас пока нас мало ну потерпите а потом надо будет больше и пойдет нормальный разговор итак происхождение жизни на земле это вопрос принципиальный или мы скоты или нет по силовым каркасам лекалам чертежам целенаправленно встраивались пристраивались друг другу молекулы из супового первобытного набора и если он имел весь набор солей и минералов и возможность ионизации молекул то есть надо было добавить температуру а вы знаете какая она температура 368 не слыхали ажимал вот и все вот на этом я остановлюсь почему вот это церковь это мой друг отец Алексий ну показывал несколько раз в разные годы что могло измениться сказать самое страшное что могло измениться детей или не стало или стало меньше вон они придурки несколько десятков тысяч под эту самую под какой-то рэп скачут все накачаны наркотиками там без наркотиков скакать не будешь вот это это город ну а здесь скорее всего сельская церковь вот другое дело что они же дети то потом пойдут вот видите послушать молитву может проникнуться может для них формально с родителей притащили ну например в школу знают что они что мы скоты это не вопрос утверждения дарвиновской науки вот ну ладно на этом заканчиваем теперь для чего мы нужны я Иван Савинич и все все вы предыдущий вебинар посмотрело около 500 человек это на всю Россию да мы можем гордиться мы избранники то о чем мы говорим больше не знают даже вот то что вы сейчас слышали вот этого не знает наука представляете не знают это истина в последней инстанции но наука этого не знает для него а для сильных мира всего самое важное сохранить в нас ощущение что мы скоты мы бы куда то хвост сделался а так то все тоже вот и убиваем и грабим отнимаем последний кусок хлеба ну скоты же вот эти не отнимают но у них отнимают вот и тогда сейчас брат мой берет и присылает дальше учеба началась присылает два вот этих самых ссылки две сейчас вот одна из них смотрите внимательно сейчас сейчас поймете так кто мне пишет добрый вечер посылка еще в России а но это пока отношения не имеет Казахстан написал так это текучка и так он присылает эту ссылку я открываю хватает за голову это было последние минуты перед вебинаром смотрите вот этот ужас вы понимаете вот ученый агроном заметьте вот фотография да немолодая женщина видите да у нее участников семь тысяч вот понимаете она ученый агроном если кого закончилось тут он уже автоматом считается ученый агроном а если еще и должность имеют ученый агроном ну тут вообще тут это я сейчас заткнусь и пойду это самое учиться у нее пойду берите деревья а февраль во видите зачем берите феврале а затем чтобы они дохли потеряли возможность дышать она потеряет возможность дышать густая замазка делать стали специально раньше была легонькая такая тут же смывалась деревья не успевали погибнуть а здесь успевают вот почему дышать перестают и зимой на холоде они не могут хотя бы немножко подогреться представляете это тоже у них наоборот что нам раздеться нам людям что для них вот так вот покрасить чтобы она это а в школе она была может быть хорошей ученицей но обычно считалось девочки это как бы гуманитарь а мальчики как бы ну помните разделили физики и лирики вот это лирика она физику не знает она не знает что солнечные лучи будут отталкиваться и дерево просто-напросто будет мерзнуть вот оно будет болеть оно будет покрываться а потом все что можно было бы а то уже знаете как берет да вытянутую руку вот оттуда а человек говорит давайте все дерево поберем лишь бы только вот это вот было вот это вот было это все как бы это сказать то первым делом до какой высоты уже научили больше полтора метра вот рекомендаций много не экономить раствор то есть пусть вдохнет дальше вы видели стоит этим заниматься дальше вот категорически нельзя этого категорически ну поймите фотографии видели лучший сад в России не по объему а по качеству по качеству абсолютно здоровые деревья сколько лет уже 20 лет сад не погибает и при этом лучше не становится ну вот еще сколько народу увидит это вот теперь мы посмотрим второе то есть почему мы должны с вами я должен ну я же не могу не реагировать я это гражданин России я же не могу сделать вид что вот это мне не касается следующий номер нашей программы смотрим сюда то чего не знает никто и так избавляемся от парши сразу начинаю с конца и так вы возьмете вот размешаете ну все тут в штате тут пошло это на основе мочевины я даже боюсь все это читать понимаете хом обязательно а как же хом это да это а вы знаете что это действительно это не это самое опрыскивать я хомом после цветения т т т она не знает чего иногда знаете как помогает сказать хом это микроэлементы для подкормок опрыскивать яблоки бесполезно вот опрыскивать почву немножко вот действительно может оказаться в пользу то есть чуть-чуть даже дерево чуть-чуть даже немножечко ну как бы повеселеет но в целом все что она тут перечислила да вот она считает что парша виновата что это гриб да этот гриб уничтожает в данном случае урожай ну само собой вы же видите он еще и на деревьях точно листьях вот смотрите на травмплане все больные листья а вы знаете листья и фрукты это одно и то же то есть это единый организм это единый так и что получается если она начала там про мочевину про все никогда единственная подкормка потому что больно не больно ее раствор он попадет на эту на почву и чуть-чуть подкормит немножко дерева но то чем она хочет она еще это вы знаете какие крутые растворы парша напала и вот это и заливает цистерну подгоните можно ведро можно бочку можно цистерну ничего не сделайте для того чтобы яблоки не болели пусть на следующий год вот надо найти причину почему само дерево болеет само а сейчас прыска не прыска вы что думаете чтобы сейчас парша исчезнет вот попробуйте ну хоть кто-нибудь из вот этих учеников да 50 тысяч участников ну ты-то тот кто это затеял вот это вот видите вот кто это затеял ну ты возьми один раз вот ты возьми именно если это твое дерево давайте посмотрим может быть и такой же этот как боксер за очередь помните изображение в яндексе я при вас только ищу при вас ах ё-моё какой ты хрен специалист ты из этого самого из интернета взял это все специалист вот и все это дальше избавляемся от парши парша считается опасным парша это абсолютно безобидный грипп ни хрена ты не понимаешь извините я уже такой тон подобрал потому что увидев что ты слябзил фотографии не своего сада я уже так с тобой грубо говорю потому что это заслужил специалист 50 тысяч людей горло голову заморочил и ты допустим найдешь такую у себя у соседей у сада то нет тебе нужна очередная эти самые лайки и прочая ерунда возьми тогда все что ты сейчас научил делать да вот все что научил опрыскал и смотри день смотри два смотри три ага не помогает возьми у других парши учат еще тысячи людей кроме тебя они тоже не знают что парша это не болезнь парша покрывает там где яблоко яблоко начинает мертветь мертветь то есть появляются мертвые клетки там появляется парша яблони болеет яблоко яблони от дерева болеет сама по себе плоды как сейчас дерево заболевают вот а ты попрыска неделю две три пройдет год вот может меня услышишь вспомнишь вот отца родного и после этого ты напишешь да никакая хрен ничего что я учил ничего не помогает это я ошибся и вот что интересно таких авторов не сотни какие сотни может так много тысячи и вот эти тысячи никто ни разу не проверил а как ты написал опрыскать ты опрыскай а не бери с этого самого ну еще вернусь сюда вот ну вот брат Юрий Владимирович зачем прислал ты мне весь этот испортил шучу шучу еще вот сюда загляну может быть ты действительно специалист я решила тебя хватает этих посмотрим твоя фотография да пошел ты знаешь куда своими советами побелка пять килограмм берстер сравнить цену и ради этого побелка потолочная ради этого побелка жидкая чтоб купили тут три с половиной килограмма там полтора килограмма купили вот килограмм сухая купить в Сочи вся эта подлость направлена на то чтобы продать что-то а плевать что все это угробит деревья ну что убедились так а я то думаю сегодня сегодня начинаю новую жизнь я жалю я буду открывается а моя физиономия вот она смотрите уголочку вот я сразу вот улыбка помните как этот ярмоник актер изображал ему попросили кто то помнит эту старую шутку ему сказали изобрази изобрази плакат добро пожаловать я тут взял вот так смотрите вот и весь зал смеется я думаю ну вот сейчас я так а по-доброму а уже материться хочется вы же предатели понимаете вот пятьдесят тысяч человек научить это дерьмо этому это это ладно если миллионы мы учим ну что сейчас надо будет вот так делать хочешь поднять настроение хочешь унять сердечную боль даже боль головную надо на силу улыбаться и сейчас сейчас я попробую пробуйте мне надо добро желательно быть пока все не разбежались от этого этого ну все поехали а у нас впереди серьезный разговор так ну что где наша не пропадала лекция итак значит мы скоты с точки зрения тех кому выгодно чтобы мы убивали друг друга оскорбляли друг друга обманывали друг друга вот и главное те кто сами это делают что они уже пока мы их не убедим что есть бог вот проявление бога есть везде вот и я только вот это вот вот это вот показываю как невиданную вещь а у меня целая с Латинковым целая теория целая практика вот о божественном происхождении я просто умоляю церковной иерархии вы теряете последних прихожан те толпы молодежи обкуренных это уже не ваши прихожане вот понимаете спасайте то что есть чтобы в школах не слова божьи проходили а проявления повседневной жизни проявления бога и мы об этом еще будем говорить еще и еще но перемежая с наукой о садоводстве а то меня опять кто-нибудь отругает Елена Александровна узнаешь себя нет я когда-то показывал но это было давно а сейчас прикалываюсь итак эх земляки земляки перевожу на русский абрикосы со сплодника петушенко выбор народа Елена Александровна узнаешь себя нет оказывается оказывается ты купила у них абрикосы и вот это вырастет вот это вырастет самое интересное что в России ты не могла потому что тебе пришлось бы ехать туда на самый юго-запад Украины да вот а ты туда не поехала а откуда тут же и написано что ты это в Сибири живешь а вот и в моем саду снималась ну зачем достаточно взять фотографию и теперь у петрушенков будут покупать рвать из рук думая что у них есть такие абрикосы вот так вот я тебя поздравляю ты у них купила вот если бы ты купила абрикосы это было бы для нас с тобой наверное унижение так это то чем придется значит смотри я подготовил я тебе вышлю сотню фотографий вот такого типа почему значит ты уже занимаешься лекциями в клубе я надеюсь у тебя вот это доченька большое будущее так с такими талантами так и вот таких фотографий я тебе вышлю добрую сотню почему пора учить других мы никак не можем выбраться наверх не можем и все это значит что миллионы людей видя фотографию железово купят опять неизвестно что согласны вот блин блин о какой-то подсолнечный гибрид мх мх тимиря ну сколько может а вот что они обижаются выпускники я оскорбляю ихнюю альма-матер вот а зачем они выпускали таких как вы которые это самое ну учат колеси деревьев ну посмотрите петок тимиря мх московский селекционный х а а селекционная академия имени тимиря ага кое-как разобрал нормально да а еще Елена Александровна значит помаленечку надо будет внедрять сознание людей уже для более серьезных то есть делим людей на обывателей их задача простая купил сажен, в крайнем случае привил сам или вырастил чтобы они привита подносили а уже это извини это и форма дерева и это глупости с этими я истоки покажу огромное дерево значит подрядились такая работа стоит тысяч 1020 и они эту бедную яблоню. Один залез туда, высоко-высоко, метров на 8. Привязал веревку этот фильм. Показывает по федеральному каналу. Вот этот фильм, Елена Александровна, я уж сам не только к тебе обращаюсь. Давайте вместе посмемся. Привязали веревку, спустился, втроем взяли и начали эту ветку вертикально. Она, видите ли, плохо плодоносит в яблоне. Где-то на высоте 8 метров. Я потом фотографию покажу, но никак не дохожу до нее. Сесть, да, это, разбросывание большое. Их, ухнем, ухнем. Наклонили ее почти так горизонтально, вбили этот самый металлический кол и привязали. Хо! Они честно зарабатывают деньги. Они делают вид, что они понимают, что после этого, когда они вот так изогнут, будет больше плодоносит. Ой, неудобный кокиш показывает. Вот что будет. Вот. И в таком случае спасение дерева, а дальше уже наука. А больше никто, никогда, кроме нашей компании, нигде не расскажет, что вот эти вот вертикальные ветки, когда они были поменьше, их могли принять за... Да и не могли, а они называются жирущие эти самые вертикальные волшки. И... А тут я их не уничтожил. Понимаете? Ну, не уничтожил. Ну, скажите, это не мое дерево. А вон он, этот самый, все-все проглядывает насквозь. Вот смотрите. Вот. Это моя сетка Рабица. Это соседка тетя Галя. Галя Дмитриевна. Вон, ее огород и сад. А то есть это дом, пристройка. Все, все родное. Значит, я ничего не беду. Я его не брал в интернете. Смотрите. Волшки вычеркать не стал. Как они могли появиться на дереве так поздно? С опознанием на много лет. Дерево не молодое. Ему лет 25. Как? Ну, потому что у него проснулась жажда жизни. Как? Уже не из посек, а из клеток. Клеточный материал. Но если вы приглядитесь, помните, что эти волшки не планоносят, а то их уничтожат. А я специально фотографию выбрал. Внимание. Прошли годы. Вот туда глядим. Самое левое. Внимание, мне перестарался сейчас. Вы цветы видите? Вот они. Нет, не видите, а я вижу. Вот они. Что за вранье, что они жирующие? Что вы думаете? Ведь дерево, это же, ну, нет фотографий, допустим, три года назад, пять назад, как развивалось. Это же придумать, уничтожать волшки, а? И кто этому учит? Правильно, Тимирезовская академия. От того моих слов, от того, что я их, это, вот, критикую, они ничего не думают. А у них отнимают землю не поэтому и хотят закрыть. Земля жирная. Не пора, может, в какой-то академии, вот, и вдруг центры, где миллиардеры должны поставить свои виллы, вот, в крайнем случае, торговые, огромные центры, в крайнем случае, да, и вдруг, это земля, и вдруг на ней чего-то там растет. Да, ну, что-то путнее. Вот так вот. Вот, такие фотографии, я тебе выслал уже, сотни, и еще вышлю. И каждая фотография должна комментироваться уже на твоем уровне, когда тебе дойдет до них, что хватит уже, а дальше, когда один железов не стал отрезать толчки, вот, а 2 миллиона 300 тысяч на сайте популярном, 2 миллиона 300 тысяч просмотров, отрезают их. Ну, и что против одного меня, вот это? А, привет, дочка. Итак, речь пойдет и в том числе о студентах. Это просто пример. Красный диплом, вот, стипендия президента, десятка, если не сотни уже научных работ, будущая студентка, поехала в Мичурин, в Даглу, вместе с докторами наук, получила диплом, можно, да, пожалуйста, вот тебе, и это, вот, что значит иметь обаяние. Вот. Идем дальше. Для чего эта фотография? Потому что сейчас студентов столько, а пользы от них ноль. И никогда пользу они не принесут, пока вот таких вещей, а их надо знать несколько тысяч. Итак, берем несколько тысяч фотографий в Железово. Я заметил, сколько я тебе их выслал? Это еще только 5%, что я выслал. И когда студент прокомментирует тысячу таких фотографий, вот, ему можно давать диплом. ну, а тебе уже, это, кандидатская уже по тебе плачет, я бы тебе сразу докторскую дал. Только кто мне спрашивает? Верет я, лучшие умы, науки, а именно молодежь, должны быть мобилизованы в поисках и обоснованиях божественных проявлений. Это, из клетки, это божественное проявление. В каждой клетке находится готовое дерево. Причем тут Дарвин, вот у Зямбликова, вот, 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 привязались к этому. Несколько островов он все посетил. Не знаю, как он этих Зямбликов наблюдал, не было спадаппаратов таких. Может, он их лосочком варил, не знаю. А может, это просто наблюдал. У кого до пищи долг, трудно добраться, у него такой клюк. А у кого, этот самый, червячок ближе, там, в коре, вот такой клюк. Все, готово. Ну, и так далее. Это касается всех, и деревьев, и насекомых. А вот объяснить, как? Там внутри, в каждой клетке оказалось целое дерево. А? Прямо, или целое дерево. И вот это и есть проявление. А теперь представьте себе меня на уроке биологии и те дети. И там сидят дети, сейчас их еще больше, с мусульманских семей. Может, один-два ребенка, там, происхождение их родителей, там, идейской веры. Может быть, там, ну, где-то, в Калмыкии, где-то там, значит, за, этим самым, за Байкалом, где-то, там, где есть, эти самые, своя вера, да, буддистская. Вот. И все они сидят тут на школе. Ну, где-то половина в школе станет меньшинство нашей, в которых родители крестились, православцами крестились. Ну, я-то им объяснил бы это. Вот она клетка, вот она это. Вот наука использует это самое микроклонирование. А понять, откуда оно взялось, оно не может. Потому что это сразу, если кто-то скажет, что он выгодит из института. Ирина Александровна, что тебя ждет, если ты скажешь, вот она, божественность, а тебе надо умудриться сказать, что микроклонирование это тупиковый путь, что все эти овечки, доли, все эти растения сдохнут через год, два, три, и никогда мы из них садов не получим. Уже это на данный момент, как называется, ну, еречи, уже это еречи считается. А ты не успел институтка, и унистят кончить, тебя уже просили в эту, на должность этого самого, заведующего питомника по производству этих микроклонов. Хорошо отказалась, это подружу, подружу бы я с тобой. И вот это детям-то можно объяснить-то? Вы понимаете, это чудо, этого не может быть никогда, но оно есть. Как оно там, целое дерево, если его только пул-пул раздавили, вот так вот размяли, раздолбили, хоть молотком, чем угодно. Питательный раствор, смотришь, вот когда оно уже буквально как сметана, смотришь, полезет тысячи корешков, тысячи ростков. А потом пинцетик, да, видел я тебя, кстати, я сам в этом самом белом халате учил уже, микроскоп рядом стоял. Пинцетик и раз питательного раствора достал и в эту самую следующий этап посадил землю. Растение вырастает настоящее. Дарвин при чем тут с клювами, с дезябликами? Ё-моё, это сколько я, полчаса, а за что? Где тут? Ну, я еще раз говорю, я бы детям так бы преподнес. Вот. А вот он сказал, ладно, Библия – это святое. Мы её должны уважать, мы должны молиться о неё только потому, что она сделала нас цивилизованными. Библия, Коран и остальные эти книги, как там Тора, ну, не важно, я плохой этот самый богоискатель. И всё это, всё это было рассчитано на людей абсолютно неграмотных. И так как мы сейчас говорим, невозможно так это самое говорить было стадоц людьми. Дай Бог, чтобы вот ты убил и гореть тебе в гиене огненной. Гореть тебе, вот, чтобы хоть это тебя остановило. Страх перед загробным миром. А сейчас мы можем разговаривать уже нормально. Ну, вот он, микроклон. Знаете, что это? Микроклонирование. Шелковицы клонировали. Вот оно. Ну, подумаешь фотографии с интернета. А сами-то вы покажите. Я искал, не нашёл. Может быть, интернет большой, но не нашёл колонированный Шелкович взрослый дерево. Продолжение следует... А. КОНОВАЛЛИТЕЛЬНАЯ Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok ... Ото